Глава седьмая. Случайная встреча. «Ну и что было дальше?» — спросила мамаша Мо, тряхнув гривой. Раздался мелодичный звон золотых обручей, украшавших шею, уши и нос полосатой хозяйки гостиницы. Да ничего особенного. Перешла дорогу. Захожу в контору, а сама думаю, раз уж опоздала на полтора дня, то изволь стоять в очереди до вечера. И что ты думаешь? Я-то уже настроилась, что там толпа в три ряда, коридоры и лестницы забиты, а передо мной оказалось всего полдюжины хвостов. Нет, только представь, до начала осенней ярмарки всего два дня, а в конторе распорядители тишина, как на кладбище. Типпи подняла телекинезом кружку с травяным чаем и поднесла к губам. «Охотно верю», — вздохнула мамаша Мо. «Признаться, ничего иного я и не ожидала». «Правда?» — единорожка в удивлении приподняла правую бровь. «Похоже, тебе, милочка, известно гораздо больше, чем мне». «Ты рассказывай, рассказывай». «Хм, хорошо, рассказываю». «Короче, захожу в кабинет. А там сидит плешивый клерк, ну, тот самый, у которого морда всегда такая кислая, словно он с детства питался исключительно лимонами и лаймом». «Блюмилка по прозвищу Дуст», — фыркнула зебра. «Во время прошлогоднего губернаторского бала он напился, как свин, и стал ко мне грязно приставать. Пришлось успокоить копытом с разворота. Ты же знаешь, якобылка приличная». Типе это знала и поэтому утвердительно кивнула. «Значит, подхожу к нему, называюсь, сообщаю, что мне нужна торговая точка малой площади, а он спокойно так протягивает схему и говорит, выбирай». «Но я в нее глянула и аж глазам не поверил. Обычно к этому времени все козырные места разобраны, отсутствуют лишь всякие тупики да закоулки, а тут... Сколько хочешь свободных мест на любой вкус. Даже блатные почти не заняты. «Послушай, дорогуша, у вас от моей отсутствия случайной эпидемии не случилось?» «А Силас его знает», — поморщивался мама Шимо. «Скажу одно, гостиница пуста на две трети, представляешь?» «Обычно перед ярмаркой за месяц все места уже забронированы, а тут тихо, как в пустыне. Признаться, я даже письмо тебе отправила с предупреждением, чтоб и не думала приезжать, но, похоже, вы с ним разминулись». «Но что произошло?» — возбужденно спросил Типе. «Тебе же известны все сплетни в городе. Колись, пока я не учинил над тобой допрос третьей степени». «Фх!» — испугала морского ежа каракатицы. «Слухов полно, причем самых разных, а толку с них?» «Один нелепее другого. Позавчера, к примеру, появился новый, где, сыт, торговцы отказываются ехать на ярмарку, потому что из самых достоверных источников стало известно, сюда направляется огромный эквистрийский флот. Дескать, разноцветные клоуны собираются захватить архипелаг и устроить тут свою военную базу, для того, чтобы пиратствовать на торговых маршрутах. «Какого, а?» «Хм, действительно, фыркнул единорожка, диванной стратеги. Даже идиоту понятно, что любой флот, находясь далеко от баз снабжения, обречен, эквистрийцы без топлива и боеприпасов много не навоюют. Вот и я о том же. Битый час пыталась вразумить какого-то пустоголового типа, что орал на всю улицу, призвал каяться и спасаться. Бестолку. Как яблоком о стену. «А что говорит твой кузен? Он ведь, кажется, секретарь губернатора». «Ах, молчит, как Барбудос на допросе. Три, нет, пять дней назад я насела на него всерьез и пообещала поколотить, если он и дальше будет играть в молчанку. И, представляя, что заявил этот навозный глист, даже не стану пытаться, лентяйка, сказал, что всех клерков взяли подписку о неразглашении, потому он и и дальше будет нем, как рыба. Типа гуляй, любимая сестренка, в известном направлении и дальше пинай яблоки. Не, каков прохвост? Я его, можно сказать, на копытах выносила, своим молоком вскормила, а он... «Все жеребцы — сволочи!» — вздохнула Типи, потом нахмурилась и печально покачала головой. «Погано. По сути, это ведь последняя моя ярмарка. Лебединая песня, так сказать. Думал, распродам остатки и забьюсь, как моллюск в раковину, а тут...» «Что случилось, дорогая?» — сполошила зебра. «Тебя поймали?» «Почти. Спасибо, Лучиана спас. Но турок теперь для меня закрыт навсегда. Ох, как печально. Куда ни плюнь, сюда капканы!» — огорчилась мама Шумо. «У меня гостиница загибается от недостатка постояльцев. У тебя, вон, бизнес пропал. Но во всем этом есть и положительная сторона. Какая?» «Отсутствие клиентов делает тебя свободной от хлопот, благодаря чему я могу спокойно болтать со своей старой подругой, не боясь, что нас прервут на самом интересном месте. Если только...» — рассмеяла зебра. «Действительно, давно мы с тобой вот так спокойно не сидели. Я уж и забывать начала, как это здорово. За это следует выпить!» «Все непременно». «Кстати», — сказала Типи, осушив бокал первоклассного цимбалийского, «могу я завтра одолжить тележку и одного из твоих спиногрызов? Товар перевести?» «Да без проблем. Пика все утро свободен. Думаю, паршивец будет только рад заработать несколько монеток». «Отлично!» На следующее утро единорожка встала, позавтракала и отыскала на заднем дворе сорванца Пику. Вдвоем они быстро спустили вниз кофры с товаром, загрузили тележку и дружно покатили ее в сторону городского гипподрома, который на время сезонных ярмарок превращался в главную торговую площадку архипелага. На самом деле мероприятия происходили навременно в нескольких местах. Крупные товары, скоты, рабов продавали на сухой площади Малой Гавани. Там толпились в основном крупные оптовики. Для торговцев предметами роскоши и искусства был отведен бульвар Трех Цезарей. Покупатели могли утолить страсть к прекрасному в тени огромных платанов. Но самое интересное происходило на гипподроме. Общественный стадион, где в обычное время устраивались спортивные состязания и различные торжественные мероприятия, в дни ярмарок становился городом в городе. Ровные ряды палаток и павильонов образовывали улицы, плавно впадающие в небольшие площади, уставленные каруселями, качелями и повозками торговцев с ластями. Именно здесь можно было встретить разнообразные экзотические диковинки, привезенные со всех концов света. Типи показала на входе пропуск, миновала охрану, вытащила полученный вместе с бумагами тяжелый бронзовый ключ, на брелоке которого было выбито три цифры – номер сектора, номер ряда и номер палатки. Сверилась со схемой и уверенно свернула на третью улицу. Торговые постройки собирались из готовых щитовых панелей, и были устроены чрезвычайно просто. На фасаде каждого павильона находилось две горизонтальные створки разной ширины. Нижняя, будучи открытой, превращалась в удобный прилавок, а верхняя становилась козырьком, защищающим покупателя от дождя и солнца. В качестве дополнительной меры защиты имелась раздвижная решетка, которую при желании можно было опустить, полностью закрыв проем. Внутри палатка состоялась двух отсеков – торгового, там размещался продавец, состоялись стеллажи с товаром и внутреннего, отделенного от основного бамбуковой стенкой. Его можно было использовать как склад или комнату отдыха. За небольшую дополнительную плату купец мог взять в аренду низкий топчан с матрасом. Некоторые бережливые торговцы, не желающие платить за гостиницу, ночевали прямо здесь же – и для кошелька сохранения, и товар под охраной. Впрочем, в случае краж на ярмарке были редки. Полицейские, которым в торговые дни платили по двойному тарифу, старались вовсю. Разгрузив тележку, единорушка щедро заплатила своему юному помощнику, и тот довольно покатил обратно. Судя по жадным взглядам, которые Пико бросал на торговцев с ластями и игрушками, монетки недолго задержатся в его карманах. Оставшись одна, Типпи принялась расставлять товар. Работа была творческая и требовала системного подхода. Ее покойный муж постоянно повторял, что как товар расставишь, так его и продашь. У единорушки за прошедшие годы была возможность убедиться в правдивости этой нехитрой истины. Спустя три часа дело оказалось сделано. Можно было запирать палатку и идти на все четыре стороны, ярмарка откроется лишь завтрашним утром. Но кобылке захотелось побыть в тишине и одиночестве. Она опустила решетку, перешла во внутреннее отделение и со вздохом облегчения опустилась на топчан. Типпи предпочитала ночевать исключительно в гостинице, но лежанку брала всегда. Приятно, знаете ли, после целого дня стояния за прилавком полежать с полчасика, вытянув гудящие от усталости ноги. Впрочем, сейчас единорожка хотела не столько побездельничать, сколько серьезно подумать. Вчерашний разговор не шел из головы. Мама Шамо, самая близкая и любимая из немногочисленных подруг, была не последней зеброй в городе. Она знала очень много благодаря обширным связям, но даже ей так и не удалось выяснить причину происходящего переполоха. Все ее высокопоставленные знакомые отводили глаза и начинали разговор о погоде, стоило только сделать намек в опасном направлении. Было понятно только одно – готовится нечто невиданное. Сулуланд оказался буквально наводнен легионерами, военными полицейскими и шпиками, которых привезли в начале прошлой недели на двух военных транспортах. Усиленные патрули круглосуточно шлялись по улицам, и хоть режим комендантского часа так и не ввели, ночных прохожих обязательно останавливали для выяснения личности, а некоторых даже забирали в участки, где подвергали долгому, подчас унизительному допросу. Типи вздохнула и перевернулась на другой бок. Сорванная ярмарка на самом деле не является такой уж большой проблемой. Ну, не повезло на осенний, повезет на весенний, только и всего. Единорожку беспокоил совсем другой вопрос. Что делать дальше? Ни раковин, ни встреч с Лучиана больше не будет. И то, и другое отсекли единым махом. Разумеется, все не так страшно. Денег, лежащих в банке, хватит на 10-15 лет беззаботной жизни. Но что потом? Универсальная отмазка, вот кончится война и стану думать, увы, больше не работает. Судя по всему, война продлится еще столько же, если не дольше. Похоже, что пони и зебры только-только вошли во вкус в деле взаимного истребления. А значит, ждать скорого прекращения кровопролития не стоит. Да у меня быстрее зубы сотрутся от старости. Чем кончится эта ерунда? В раздражении подумала единорожка. На самом деле вариантов всего два. Забиться, как моллюск в раковину, или попробовать вернуться на родину предков. И чем скорее, тем лучше. Мало ли, что Цезарь удумает по отношению своих подданных пони. Вдруг ему придет в голову светлая мысль отправить их всех в трудовые лагеря или просто уничтожить, как потенциальных предателей. Нет, глупость, конечно, а вдруг? Единорожка вздохнула и помотала головой. Ей страшно не хотелось бросать дом, который научилась считать своим. И молнию. Великолепную лодку, способную скользить по волнам со скоростью птицы. Как она сейчас понимала беднягу Алана? Его фанатичную преданность этому куску умело обработанного дерева. Нет. Подожду еще немного, скажем, весенней ярмарки. Продам остатки и тогда... Тепи понимала, что занимается самообманом. Но ничего не могла с собой поделать. Это потому, что тебе еще не подпалило хвост по-крупному. Пока ничего серьезного не случится, ты и с места не сдвинешься, постоянно находя кучу аргументированных оправданий. Поток невеселых мыслей оказался прерван ударивший в ноздри волной неприятного запаха. Мгновением позже единорожка осознала, что давно уже его чувствует. Просто до сего момента не обращала на воде внимания. Но теперь... Действительно. Откуда так несет? Какой-то химии вперемешку с тухлятиной совсем как... А-а-а... Понятно. Ей угораздило заполучить соседи алхимическую лавку. Брррррр... Вот уж повезло так повезло. Нечего сказать. Стой теперь три дня за прилавком, наслаждаясь волшебными запахами, вываренных в щелочном растворе тухлых рыбьих потрохов. Негодующе фыркнув, она подняла голову, чтобы выяснить, откуда доносится запах, и увидела, что буквально в 30 сантиметрах от ее носа в дощатой стене красуется маленькое круглое отверстие, не иначе, как от выпавшего сучка. Вот оно что. Хм. Помимо вони, из-за стенки доносятся голоса. Два или три собеседника. Любопытная типи мгновенно прильнула глазом к отверстию. Нужно же посмотреть на пахучих соседей. Первое, что она увидела, это выстроившуюся в ряд батарею пыльных бутылей. Над ними коробки с какой-то сушеной мерзостью, пучки трав. В дальнем конце помещения стоит походный вариант алхимической печи от Анора. Что же, она не ошиблась относительно профессии соседей. Слабое утешение. Помимо неаппетитного хлама, в комнатке находились двое. О профессии первого догадаться было несложно. Стоило только взглянуть на обесцвеченные от постоянного контакта с едкими реактивами копыта и полосатую шерсть, всю в пятнах химических ожогов. Второй выглядел более интересно. Молодой пони-единорог, старший тип лет на пять. Набрялининый гривы и хвост. Костюм из тонкой и явно очень дорогой ткани. Ослепительно белая манишка. Аккуратный черный галстук бабочка. Хлыщ. Вынесла мгновенный вердикт кобылка. Смазливый болван. Сутенер или шулер. Интересно, из какой страны он сюда приперся? Да еще такой напомаженный. То, что он иностранец, типи поняла мгновенно. До того, как незнакомец открыл рот. Достаточно было просто увидеть костюм. Дело в том, что обитатели архипелага никогда не носили одежду. Никакую. Только во время сильного дождя или шторма пользовались накидками из плотной ткани и зюдвестками. Причиной тому была не природная склонность к нудизму, а жаркий климат. Действительно. Даже в те два жалких прохладных месяца, которые здесь пафосно называли зимой, температура редко опускалась ниже 25 градусов по шкале сельстия. И разумеется, только безумец или иностранец севера станет носить одежду в такую жару. Естественно, в любом обществе костюм нужен не только для защиты от непогоды, но и для того, чтобы подчеркнуть социальный статус владельца. Но островитяне нашли простой выход из положения. Украшение. Жители более холодных земель любили посмеяться над южными дикарями, обвешивающими себя побрякушками, не понимая, что для них лишний браслет или подвеска – это как для северян платье от модного кутерье. К примеру, мамаша Мо – весьма состоятельная зебра, глава уважаемого клана, питала слабость к золоту, а более скромные типи отдавала предпочтение серебру, которая к тому же великолепно сочеталась с цветом ее шкурки. Несколько браслетов на передних ногах, обруч на шее, пара сережек и неизменная гранатовая заколка – подарок леди Уны, стандартный будничный наряд. Даже бездомная уличная бродяжка Ди носила на передней правой ноге помятый грязный медный браслет, выкопанный, скорее всего, из мусорной кучи. Но, похоже, стоящий в соседней палатке хлыщ не подозревал о подобных тонкостях. Он повернулся к собеседнику, полосатому алхимику, и произнес мягким приятным голосом. «Итак, любезный, мне необходимы качественные и надежные документы, такие, чтобы топир хобот не подточил». «Но точный иностранец. Вон какой акцент», – подумала типи. «Скорее всего, сингаяц. Да, выговор их. Медленный и тягучий». «Извольте беспокоиться!» Просипел алхимик сожженными легкими. «Мой друг из мэрии все устроит!» «Отлично!» «И вот еще что. Я хотел бы нанять небольшой корабль, чуку или бумф, не крупнее. Можете порекомендовать надежного капитана, такого, чтобы и архипелаг знал, как свои четыре копыта, и от патрулей мог сбежать». «Шкейпер Боб Катран! Лучшая кандидатура! Самый бывалый контрабандист на всем архипелаге! Его чукку, крыло ветра, еще никто и никогда не догонял! Я напишу ему рекомендательное письмо, и если вы сойдетесь в цене, считайте корабль у вас в кармане!» «Отлично!» «Надеюсь, к завтрашнему дню все будет готово!» «Можете не сомневаться, господин! Все сделаю в лучшем виде!» Единорог кивнул и быстро вышел из палатки. Типпе пожала плечами и вновь улеглась на топчан. «Тьфу! Чужие тайны! Можно подумать!» Скорее всего, хлыщ привез из копытобланки партию незадекларированной сингайской дури, и вместо того, чтобы сразу сбыть ее оптовикам, решил сам заняться распространением. Известное дело. Наймет корабль и будет кататься по островам, предлагая наркотики в каждой деревне. Не он первый, не он последний. Полицию, что ли, на них навести? Нет, не стоит. Какое ей в сущности дело? Она, если так разобраться, тоже преступница. Вздохнув, Типпе поднялась, сняла с полок несколько самых ценных раковин и коробку с жемчугом, охрана охраной, а оставлять без присмотра на всю ночь дорогие вещи было по меньшей мере легкомысленно. Спрятала их в свою сумку, заперла палатку и пошла в гостиницу, навстречу ужину и приятной беседе с подругой. О том, что ярмарка провалилась, единорожка поняла на третий час торговли. Обычно сразу после открытия через ряды палаток с мерчем проносится толпа профессиональных спекулянтов. Они ищут эксклюзив, который скупает, особо не торгуясь. Зачем торговаться, если купленные редкости можно в любом случае перепродать в два-три раза дороже? Типпе знала их всех, насмотрелась за столько лет, но на сей раз никакого ажиотажа не случилось. За три часа промелькнули только две знакомые морды, да и те почти ничего не стали покупать. У кобылки сложилось четкое ощущение, что в этот раз ей не удастся отбить даже стоимость билетов и проживания в гостинице. Просто кошмар. Еще час спустя она, опустив решетку, ушла во внутреннее помещение, поваляться на матрасе и немного прийти в себя. Нет, ну просто сплошная полоса невезения. Пострадав минут пять, она внезапно вспомнила подслушанный накануне разговор и решила взглянуть, как там идут дела у алхимика. Интересно, этот лощеный сингаяц уже приходил? Кобылка села на кроп и припала глазом к отверстию. Почти сразу в полумраке подсобки она разглядела двоих. Вот только то были не старик и его фронтоватый гость. Два ничем не примечательных зебриканца стояли в напряженных позах, словно готовясь в любой момент сорваться с места и кинуться в драку. Внутри утепь все похолодело. Тот, кто хоть раз имел счастье оказаться в пыточных камерах палаты истины, навсегда получал способность отличать шпиков от других пони или зебр. Было в этих существах нечто такое, что заставляло сердце судорожно сжиматься, а коленки дрожать. Мерзкое ощущение. Единорожка отпрянула от отверстия, схватила с полки кусок черного хлеба, откусила мякиш, тщательно переживала и затем аккуратно замазала получившейся массой предательскую дырку. Затем судорожно стерла пот и поспешила вернуться к прилавку. В конце концов, ничего страшного не случилось. Они пришли не за ней, а затем холеным типом с набриолининой гривой. Вот пусть он и отвечает за свои прегрешения, хотя стоп! С каких это пор коль-то из палаты истинно начали охотиться за контрабандистами. Это ведь совершенно не их профиль. Выходит, она ошиблась с предположениями, сделав абсолютно неправильный вывод. С другой стороны, какое ей дело до всего происходящего? Она законопослушная, ну почти законопослушная подданной империи, не имеющая проблем с законом. И ей совсем не светит! Типи непроизвольно дернулась и сжала зубы. По проходу медленным прогулочным шагом двигался виновник переполоха. Такой беспечный, что сразу захотелось крикнуть «Беги, глупец!» Нет, она не закричит. Будет мило улыбаться и позволит кастоломам из палаты истины взять добычу. Это не ее дело! Но как же... Ммм... Дискорд! За что такое наказание? Ладно, решено. Если хмырь заинтересуется ее прилавком и подойдет, она шепнет ему пару-тройку слов. Если же нет, ну, прости, парень, так получилось. Единорог почти уже миновал ее палатку, как вдруг его внимание привлекло что-то лежащее на прилавке. В изумлении, подняв правую бровь, он изменил курс и подошел к замерзшему напряжению кобылки. Глазам своим не верю. Какой восхитительный экземпляр мантии Цезаря! А вы знаете, прелестное дитя, что научное название этой раковины «Вольвас Цезарус»? Фальшиво улыбаясь, перебил его типи. «Да, знаю». Восхитительно! Удивленно протянул жеребец и переместил внимание с раковины на продавщицу. Несколько секунд разглядывал ее в упор, потом его глаза на мгновение сузились, словно он вспомнил нечто важное. Впрочем, в следующее мгновение удивление сменилось добродушной улыбкой. «Подумать только», продолжил он, «мне определенно повезло встретить на провинциальной ярмарке особо разбирающуюся в науке». Я прочла об этом на обратной стороне пачки сырных крекеров в колонке «Полезные сведения для идиотов». Не меняя выражение мордочки, сообщила Панеша. И почему-то запомнила. «Обычная такая дура». «Не похоже». «Может, вы еще знаете, почему раковина получила такое название?» «А как же». «Раньше из нее получали редчайшую пурпурный краситель, который использовался исключительно для окрашивания парадных одежд Цезарей. Остальным краска была просто не по карману. Чтобы получить один грамм, требовалось переработать несколько тысяч раковин». «Вот почему сейчас они столь редки», завершил единорог. «С тех пор, как появились синтетические красители, проблема решилась сама собой, но популяция за время хищнического лова, был нанесен такой страшный урон, что она до сих пор не смогла до конца восстановиться. Что делает нас, мелких торговцев, несколько богаче. «Вам ее завернуть?» «Или для большей сохранности могу предложить деревянный футляр, обтянутый акулей кожей. Все вместе обойдется...» «Нет-нет», васылькнул жеребец, «я не собираюсь ее покупать». «Просто увидел и не смог сдержаться». «Тогда, возможно, вас заинтересуют эти восхитительные жемчужины», обворожительно заварковала типи. «Подойдите ближе и гляньте вот сюда». Заинтересованный жеребец склонился над прилавком. «У алхимика вас ждет засада», едва слышным шепотом произнесла кобылка. «Два топтуна из палаты истины». «Правда великолепные?» продолжила она громко. «Всего десять солеев за штуку». «Действительно восхитительные», широко улыбаясь, ответил единорог. «Благодарю вас, любезная незнакомка. Я подумаю над вашим предложением». «Уверяю, больше вы нигде не найдете жемчуг такой идеальной формы и расцветки». «Охотно верю». «До новой встречи, дорогая». Жеребец развернулся и, не торопясь, отправился прочь, вальяжно помахивая хвостом. Типпи проводила его долгим взглядом и принялась бесцельно перебирать лежащие на прилавке безделушки. Интересно, что она только что совершила? Благородный поступок или величайшую в жизни глупость? Единорожка шла по тенистому бульвару, стараясь особо не глазеть по сторонам. Прохожих было мало и были они какие-то пришибленные. Торопливо шмыгали по лавкам, словно напуганные крысы, с опаской поглядывая на молчаливых легионеров и полицейских, патрулирующих улицы. В ее любимом кафе почти не было посетителей. Только за дальним столиком сидела компания молодежи. Болтали они почти шепотом, испуганно поджимая ушки. Понимая, что нужно поскорее возвращаться в гостиницу, Типи тем не менее не смогла отказать себе в удовольствии выйти на смотровую площадку, откуда открывался восхитительный вид на Большую Гавань. В отличие от Малой, где швартовались преимущественно каботажники, парусник и рыбачьи лодки, Большая была пристанищем океанских грузовых пароходов и пассажирских лайнеров. Впрочем, сейчас все внимание немногочисленных зрителей оказалось приковано к огромному военному кораблю, которые тянули за собой к длинному как стрела адмиральскому причалу несколько чумазых портовых буксиров. Кобылка еще никогда не видела столь грозного гиганта. Линкор первого класса три Цезаря услужливо подсказал знакомый голос. 12 14-дюймовых орудий главного калибра в четырех башнях, 24 универсальных шестидюймовки, до силоса зениток на любой вкус и размер, да, еще ангар на 18 грифонов наемников в тяжелой броне. Внушает, не правда ли? Тип резко повернулся. Ну, конечно. И кто бы сомневался, все тот же хлыщ из алхимической лавки. Еинарушка подумала, что еще немного и она начнет его ненавидеть. Что тебе надо? Резко спросила она, надеясь грубостью отпугнуть прилипал. Вот как? Мы уже на ты. А в лавке? Там я была на работе. Типа покупатель всегда прав и прочая чушь. А здесь могу говорить, что захочу. Что ты тут делаешь? Любуюсь на корабли. Вот там, чуть правее линкора. Стоит тяжелый крейсер Камилу Шарак. 9 10-дюймовых в трех башнях, куча пушек калибром поменьше и зачем-то три торпедных аппарата. А следом за ним ударный дракононосец пламя Зеверы с ангаром на шесть драконов. Суровая штучка, я скажу. Кроме того, прекрати, пожалуйста. Меня не интересуют технические характеристики всего этого железа. И очень напрасно. «Видишь, у нефтяного причала шесть ржавых корыт большого размера. Между прочим, это самоходные понтоны, предназначены для перевозки десанта, и, я сказала, хватит. Оставь меня в покое». «Как будет угодно. Но если ты не хочешь в ближайшее время свести знакомство с одним из них, советую выслышать то, что я тебе сейчас скажу. О чем это ты? Вижу, что заинтересовалась. Позволь сначала представиться, хоть мы и так знакомы. Я Мур. Шон Мур. Знакомы? Что ты несешь? Я в первый раз тебя вижу. Ошибаетесь, госпожа Дегару. Далеко не в первый. Типпи подавилась следующей репликой. Ее подлинная фамилия была известна всего четверым. Цосу с Леди Уной, проживающим сейчас в Зевере, Лучиана и Мамашимо. Все. Для остальных она Типпи Рюк и никак иначе. Неужели у единорожки перехватило дыхание? Неужели она ошиблась и красавчик на самом деле шпик из палаты истины? Если так, то дело плохо. Очень плохо. Возможно, сейчас ты носишь фамилию мужа. Мур кивнул на вдове браслет, украшающий левую переднюю ногу. Но раньше ты была Дегару. Вспомни залив Сангани биостанцию директора Жана и его супругу Лили четырех эквестрийских практикантов. Тогда тебе было лет тринадцать четырнадцать. Она сглотнула и во все глаза уставилась на него. Не может быть! Помнишь растрепанного студента, который попросил тебя показать дорогу на рынок? Там в тот день еще отмечали какой-то праздник. Ты меня еще развела на огромную кудель сахарной ваты, розовую, словно грива пинки-пай. И ведерко фруктового мороженого с вафлями медленно протянула кобылка. Вспомнила. Я вспомнила тебя, Шон. Ты проучился на биостанции шесть месяцев, а потом вернулся обратно в Эквестрию. Селестия, как давно это было! Не так уж давно. Чуть больше десяти лет назад. Целую вечность. Учитывая все то, что произошло, Типи шумно выдохнула и тряхнула гривой. Ладно, это все лирика. Ты специально искал меня? Веришь? Нет, хмыкнул жеребец. Ты сильно изменил за прошедшие годы, но голос остался прежним. То, как ты произнесла название раковины. Да и зрительная память у меня хорошая. Есть такой талант. Ты не торопишься? Не тороплюсь. Всегда приятно потрепаться со старым знакомым. Взаимно. Кстати, спасибо за предупреждение. Своим смелым поступком ты отсрочила целый ворох неприятностей, готовящихся свалиться на мою глупую голову. Отсрочила? Значит, проблемы остались? Разумеется. Если бы не нынешний переполох и дефицит сотрудников, меня сейчас искали все шпики города. Чем ты им так не угодил? Перешел дорогу в неположенном месте? Почти. На самом деле, я эквистрийский шпион. Типи поперхнулась вторично. И ты вот так спокойно мне это говоришь? Первый попавшийся кобыли? Не верю. И не настолько глупа, чтобы не первый попавшийся, перебил ушон. Я знаю тебя, ты знаешь меня. Знаю? Не говори чепухи. Я не помнила о твоем существовании до этой самой минуты. Не имеет значения. Просто помолчи и выслушай то, что я тебе сейчас скажу, хорошо? Хорошо, буртнула Типи. Дискорд. Лучше бы я тогда промолчала. Что сделано, то сделано. Не сожалей о своих поступках. Никогда. Можно обойтись без доморощенной философии. Так тошно. Догадываюсь. Шон пожевал губами. Я прибыл в Сулулан позавчера утром. С самого начала эта миссия была чистым жестом отчаяния. Меня швырнули в нее, как слепого котенка в ведро с водой. Знаешь, как это бывает? Нет. Никогда не топила котят. Счастливая. Но иного сравнения в голову просто не приходит. Я приехал сюда без надежной легенды с сомнительными документами, совершенно не зная города. Здешняя шпионская сеть и раньше была невелика. Марракут никогда не являлся приоритетной целью нашей разведки. Теперь, я полагаю, она и вовсе находится под полным контролем полосатых. На самом деле, мой арест вопрос времени. Вижу, что ваше начальство совсем не ценит своих сотрудников. Не говори глупости, просто так сложились обстоятельства. Но теперь, когда я встретил тебя, все еще может измениться. Типпи фыркнула и резко вскинула голову. С какой стати ты решил, что я стану тебе помогать? Я скромная, законопослушная, подданная Цезаря. Исправно плачу налоги и самоотверженно тружусь на благо империи. На самом деле, у тебя нет особого выбора. Я предлагаю взаимовыгодный союз. Ты помогаешь мне, и я помогаю тебе. Мне не нужна твоя помощь. Ошибаешься. Фыркнушон и указал копытом на линкор, швартовка которого входила в завершающую фазу. Что ты видишь? Военный корабль, большой и грозный. Ничего особенного. Боюсь, придется тебя разочаровать. Три Цезаря входят в состав первой океанской эскадры. Корабли, стоящие сейчас в гавани, ее авангард. Основная масса прибудет через три дня. И что с того? Ничего. Кроме того, что флагман эскадры, линкор Зиверра, несет на своем клотике, помимо адмиральского, еще и пурпурный вымпел правящего дома. Что? Говорю открытым текстом. Через три дня сюда прибывает Цезарь собственной персоной. Ах! Типи в третий раз подавилась репликой. Затем очумело посмотрела на корабли, после чего перевела взгляд на Шона. Тот, криво улыбаясь, иронично глядел на нее. Не может быть! Наконец выдавила она. Этот полосатый матрац не вылезал из дворца с самого начала войны. Верно. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я здесь? Чтобы убить. Шон искренне рассмеялся. Побойся, луны, глупая. Как ты себе это представляешь? Да по его гриве даже блохи скачут только после тройного досмотра и пятиступенчатой проверки на лояльность. Там такая охрана. Моя миссия куда более скромная и никак не связана со смертоубийством. И что же ты должен сделать? Позволь, я пока не стану отвечать на твой вопрос. Типи обиженно фыркнула. Да и пожалуйста. Буркнула она. Потом принялась смотреть вниз, туда, где с очередного транспорта упали сходни и первые шеренги легионеров печатая шаг спустились на берег. И куда они только лезут? Можно подумать в городе и без того мало полосатиков в форме. На самом деле мало, вздохнул Шон. Во всяком случае для того, что задумано. Ничего, к вечеру эта проблема будет решена. Единорожка резко развернулась на копытах. Что ты имеешь ввиду? Нас ждет какая-нибудь пакость? Верно. Глобального масштаба. Для того, чтобы обезопасить священную особу от возможных покушений, завтра утром в городе начнется глобальная зачистка. Стандартная процедура в условиях военного времени. Легионеры пойдут по домам и всякий, кто не имеет городской прописки, будет задержан и переправлен на один из понтонов для выяснения личности. После заполнения понтоны отбуксируют в море и поставят на якорь милях в пяти от берега. Чтобы топить? Нет, конечно. Их вернут обратно сразу, как венциносная задница уберется в освоясь. Беднягам принесут официальные извинения и отпустят. Не всех, конечно. Думаю, пока кораблики будут болтаться на волнах, с арестантами станут плотно работать дознаватели из палаты истины. Бродяг и всяких подозрительных личностей, отправив в трудовые лагеря, шпионов вроде меня возьмут в оборот. Что касается законопослушных подданных Цезаря, исправно платящих налоги, прекрати. Типпи нервно дернулась щекой. В моем случае как карты лягут. Могут отпустить, а могут и... Она не договорила и зло стукнула копытом. Умница. Все это ты понимаешь. Если дело настолько аховое, почему ты болтаешь со мной вместо того, чтобы нестись на всех парах в порт? Там всегда полно рыбачьих лодок. Нанял, купил, на худой конец украл, вышел в море, ищи потом селедку в косяке. Идея хорошая, но посмотри сюда. Шон вытянул из кармана небольшой картонный цилиндрик и предложил его Типпи. Та приняла, смотрела со всех сторон и скептических мыкнула. Предметом оказалась игрушечная подзорная труба из тех, что продают жеребятам на ярмарках за несколько мелких монет, разрисованная мордочками улыбающихся котяток с мутными линзами из дешевого пластика. И что я должна с этим делать? Просто глянь на выход из гавани. Похоже, дела эквестрии настолько плохи, что на приличное оборудование для шпионов денег уже не осталось. Фыркнула кобылка, поднося игрушку к глазу. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что безделица увеличивает словно хороший телескоп, дав предельно четкое и яркое изображение. Единорожка увидела, что пролив перегорожен цепью лежащих в дрейфе кораблей, чьи узкие корпуса напоминали тела хищных рыб. Эсминцы новейшей серии, пояснил Мур, легко дает сорок пять узлов. Мимо таких и дельфин не проскочит. Плюс патрули грифонов в воздухе. Ребята действуют по принципу мышеловки. Всех впускать, никого не выпускать. Погано. Единорожка вернула волшебную трубу Шону и переступила с копыта на копыта. Перевалы, конечно, тоже заперты, разумеется. Мы с тобой находимся в одной гигантской ловушке. До облавы осталось несколько часов. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что я имел в виду, когда говорил о взаимной помощи. Мой опыт и твое знание города может здорово помочь. Хорошо. Типи медленно кивнула. Давай начнем думать, как вылезти из этой драконьей задницы.